Всем привет! С вами Дэмилион. Сегодня тема урока гидролиз-олей. Гидролиз это разложение водой. Гидролиз бывает обратимым и необратимым. Если в соли есть один слабый ион, то он обратимый. Если в соли есть два слабых иона, то это необратимый гидролиз. Сейчас на экране вы видите сильные и слабые кислоты, которые нужно только запомнить. Такая же ситуация и с основаниями, но тут уже полегче. Запомните, гидролиз всегда идет по слабому иону, потому что в воде проще реагировать со слабым ионом. Но среда реакции определяется по сильному иону. Давайте рассмотрим индикаторы. Всего бывают три среды. Кислотная, где pH меньше 7, нейтральная, где pH равен 7 и щелочная, где pH больше 7. Фенолфталин в щелочах украшивается в малиновый цвет, а в других средах он бесцветный. Лакмус и метилоранж в кислой среде красного цвета. Запомните цвета двух индикаторов с помощью слов KFC, красный, фиолетовый, синий. И кожа, красный, оранжевый, желтый. Вот и вся основная теория по гидролизу солей, а теперь перейдем к практике. Сульфат кальция имеет сильный катион и анион, поэтому данная соль гидролизу не подвергается. Среда будет нейтральной. Сульфат меди-2 имеет слабый катион и сильный анион, поэтому гидролиз пойдет по катиону. Среда будет кислой. Нитрит натрия имеет сильный катион и слабый анион, поэтому гидролиз пойдет по аниону, среда будет челочной Туорит аммония имеет слабый катион и анион, поэтому гидролиз будет идти по катиону и аниону, среда будет нейтральной Также этот гидролиз является необратимым На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok